Следующее слово я хотел предоставить человеку, на самом деле, человек, который выполняет работу, какую же, вот по сравнению можно сравнить, не побоюсь этих слов, работу, которую выполняли в свое время асхабы пророка, салли Аллаху а.с. И вот во всех уголках Дагестана, России, я не побоюсь этого слова, в некоторых уголках мира тоже, это спортсмен, это помощник всех имамов, помощник нашего муфтия, и просто богослов Идрис Хаджи Асадуллаем. Горячо приветствую. Ассаламу алейкум, Ирис Хаджи, рады тебя приветствовать. Дорогие братья, уважаемые сестры, я вас от всего сердца поздравляю таким знаменательным, таким потрясающим днем, праздником. На самом деле это здорово, переполнен положительными, счастливыми эмоциями, и это все просто моим ломаным языком не передать и не изучить. Как бы красиво, я не попытался выразить благодарность, признательность этому джамаату, организатору этого потрясающего мероприятия, этого марафона. Я буду, вот, мой язык и мое старание, оно будет слабым и недостаточным. Дай Аллаху, чтобы вы всегда были счастливы, в радости. На самом деле, что касается этого марафона, определенно, мы тоже, когда начинали в Махачкале такой же марафон, мы долго думали, исходили от разных источников достоверных, начиная с хадисов пророка, саляму, ученых-алимов, что делать для того, чтобы влюбить сердца наших детей в дома Аллаха. Потому что учеными многократно, сотни раз упоминается в книгах, если молодежь, дети не привязаны к дому Аллаха, мечети, будущее, за будущее этого населенного пункта надо переживать. Нету будущего этого населенного пункта. Джамаат, намаз в мечетях, это то, когда посланник Аллаха, саляму, болел смертельной болезнью, набрал все силы, поднялся на ноги, убрал завесу, посмотрел, увидел, что впереди Абу Бакар делает, совершает Джамаат-намаз сахабам, за что он обрадовался и улыбнулся. Вот такое значение имеет Джамаат-намаз и собраться в доме Аллаха для совершения пятикратного намаза. Сверх этого я еще добавлю, ученые-алимы, ахли сунна валь-джамаа, единогласник в том, человек, который совершает любой поступок 40 дней беспрерывно, это становится его, как бы, традицией, он привыкает к этому амалу. Мы исходили из этих слов. Если наши дети будут 40 дней совершить намаз с Джамаатом в мечети, это для них станет как традиция, они будут связаны с мечетью. И здесь озвучили хадид пророка, саляму алейкум, который имам Тирмизи сказал, утренний и ночной намаз, кто совершает с Джамаатом, он очищается от лицемерии и от адского огня. Также человек, который ходит на Джамаат-намаз, этот человек не заблуждается, потому что пророк, саляму алейкум, сказал, «Моя умма не объединится на заблуждении». И можно вот так перечислять достоинства, дорогие мои братья и сестры, до самого утра. Вы знаете, что совершили? Вы совершили героический поступок, вы обеспечили сохранность будущего вашего поколения. Допустим, если эти дети, которые сегодня привыкли, привязаны с Домом Аллаха, завтра какой-то подлец на повороте их жизни встретится и предложит ему что-то плохое, порочное, развратное, пагубное. У него оформленное сердце на базе любви к Аллаху и его дому. В одном сердце две любви не бывает. Любовь к Аллаху и шайтану не бывает. Либо бывает в сердце человека любовь к шайтану, но там нету места любви к Аллаху. Дорогие мои братья, ко мне один знакомый парень, молодой, написал, после этого объявленного марафона, говорит, «Я в один день утром, говорит, до утреннего намаза за полчаса проснулся от шума двух моих сыновей». И они, говорит, выходили через порог. Я вскочил, за ним побежал и спросил, «Куда вы такое время?» Они говорят, «Мы хотим сегодня начать вот в марафоне участвовать». Я, говорит, сам совершил этот день намаз дома, говорит, и себя негодяем он назвал. «С этого дня, говорит, уже третий день дети меня будят». Я журналисту этому отвечаю. Если даже говорю, больше ничего не было бы, кроме этого единого случая, ради этого стоило этот марафон делать. Представляете? 50 детей не пропустили 40 намаз. Что может быть прекраснее этого? Вы, каждый из вас родители, вы герои. Еще больше герои эти дети. Дай Аллаху та Аллаху, чтобы вы всегда вот так счастливы были, в радости были. Ассаламу алейкум. Акми! 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 Продолжение следует...